МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я вас увечу, ребята. Хочу сказать, что первое, вот вообще в мирное время, на замену тела руки дается полтора месяца. Так вот, январь, февраль месяц за 16 ночей, за 16 ночей, потому что там днем нельзя было работать, у немцев на виду, и они ждали ночь, они старались не глушить трактора, потому что за 16 ночей. Понимаете, что сегодняшние телевизиты говорят, это невозможно. Нет, нет парка. Нет парка. Технология здесь, если нет парка. Это публика. На таких нас здесь личный состав отдыхал. 48 человек примерно в каждом публике. В военное время жили. Тут был свой кампус. В 20-е годы был свой холодильник, своя электроплита. Кормили, Лещенко пишет по 5 разу. Вот какие правила. Читают, да, на карине. А я вам покажу, где мы ее нашли. Это, на карине. Сочинение у нас в фондах хранится. Вот по этой, по черенку ложки, на котором было написано фамилия и номер бойца, мы установили погибшего здесь, Годлыча Виктора Степановича, который погиб при взрыве второй нашей башни. 17 декабря похоронен в братской могиле. Рудрубка, которую пытались вырезать в 90-е годы. А вы посмотрите на толщину брони. Потрясение от того подвига, который здесь. Пропитана вся земля этим подвигом, кровью. Наверное, души тех, кто здесь погибли, кто здесь были. Мы рядом с ними. Это первое. А второе – это сегодняшний день. Нам есть, что защищать, за что бороться. У нас есть вместе очень серьезное и очень хорошее будущее. И 16-го – это не только некий этап исторический, это начало очень большой жизни, большой работы, которая нужна нашим детям, наших правилам, детям, наших детей, в память тех, кто в том числе погибли здесь. Не видел подобного. Есть Волгоград, есть Мамаев курган. Но здесь концентрация боли, героизма и того, что сделают люди, очень чувствуется именно концентрация этого. Пока, мой товарищ, отвечал на тот же самый вопрос, мне позвонил мой коллега, космонавт Володимир Аксенов и спросил, где я. Я сказал, в Севастополе. Два слова. Святое дело. На Святой Земле. Святое место. Это мемориал, о котором мало кто знал, практически никто не знал. И то, что сделано, то, как это, и то, что он дает людям, то, что дает подрастающим поколениям, то, что здесь принимают присягу молодые воины, я думаю, что это не только правильно, это говорит о том, что воспитание должно идти в правильном направлении, где историческая память, она имеет преемственность, она имеет развитие. И эти люди своим уже детям, своим внукам передадут знания, то, что было здесь. И слава Богу, и спасибо вам огромное за то, что вы создали этот мемориал, и то, что вы его так бережно храните. Спасибо огромное. Вы знаете, а что мне сказать, и сам даже не знаю, пытаюсь подыскать слова, и все как-то не то, и все искусственно. Искусственно, потому что я сын инвалида Великой Отечественной войны, который оставил свои ноги под Ленинградом, Волковский фронт, а мой тесть, Незамин Федорович Шихзаманов, полковой разведчик в составе Украинского фронта, здесь входил первым, как полковой разведчик Крым, освобождая Крым и Балаклаву от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому такое ощущение, что я вернулся в то время и увидел его глазами, то, что происходило здесь, а уж тем более побывав в пантеоне, в общем. Это, я думаю, что здравница такая духовная и патриотическая для тех людей, которые, может быть, недостаточно ощущают себя патриотами своей страны. Крым, конечно, это не пасынок, это сын России. И я надеюсь, что сейчас Россия, опомнившись, так сказать, попросив прощения у Господа за то, что не уберегла, не спасла, она поменяется. Потому что то, что мы здесь видим, я думаю, здесь, если молодежь будет, российская, чаще появляться, школьники из самых отдаленных уголков России, то это произведет и на нас такой оздоровительный эффект, потому что нам очень надо вспоминать, помнить, что же из себя представляли наши отцы, деды, прадеды. И даже если кто-то забыл или кто-то пытается подражать нацистским элементам, фашистам, здесь историческая память, историческая справедливость все-таки вернет человека в нормальное, здоровое состояние и даст возможность покаяться. Пантеон – это последний наш зал, который строился как, ну, как сказал Алексей Михайлович, на открытии, как место встречи нас, живущих в 21 веке, ничего толком еще не сделавших, с теми из 42-го, которые говорили в том, что у нас не было. Когда открывали в 11-м году пантеон, у нас было 23 тысячи 14 именов. Сейчас их 34 тысячи 952. Я думаю, что и не просто имя обороны Севастополя – это символ самой России во многом. Но, опять-таки, возвращаясь к сегодняшнему дню, вы же сегодня не только боретесь здесь, мы успехнули нас там. То, что происходит сегодня во всех городах России, это движение людей, которые выходят на улицы, выразить вам свою поддержку, это для нас, может быть, даже иногда более значимо, чем то, что мы должны быть больше значимы тех лет, которые прошли в такой вот исторической несправедливости. Он всегда был для России своим городом, это всегда была часть. Россия – это всегда была часть нашего цивилизационного пространства. И остается таковым, и будет таковым. Ну, это Россия. Севастополь всегда был русским, потому что, посмотрите, сколько подвигов мы видим и в годы Крымской войны, и в годы Первой мировой войны, и в годы Великой Отечественной войны. И то, что сейчас крымчане, севастопольцы показывают пример, что действительно вот этот генетический код они сохранили, и, дай бог, укрепят и Россию вот в этой своей решимости Суворовской и Ушаковской вновь перечитать книгу «Наука и побеждать» и добиться победы, чтобы окончательно положить конец Крымской войне, которая такая затяжная оказалась. Продолжение следует...